Если слово предоставлять, снимите один дневный момент на сегодняшний день при предложении. Пожалуйста. Я хочу сказать, что у нас в полном году я продемонстрировала возможность диалога разных совершенно представителей разных направлений. Но чтобы этот диалог был полезен и не бесплоден, все-таки надо прояснить те основания, на которых стоят авторы. Той и другой страны. Нет представления, что здесь можно в две стороны скомпоновать. Два класса выступающих докладчиков. Одни стоят на основе системного подхода к формированию общества. И вся Россия, и все проекты ее предыдущие, все исторические, они старались именно на этой основе строиться, если они строились. Но, во всяком случае, жизнь всего народа и вся его культура именно в этой целостности, в этом системном подходе, в системном осмыслении себя в мире и в этой стране. И другой подход. Ну, его можно сказать, что он нельзя назвать антисистемным, а не так и не старше. Но редукционный. Вот редукционный подход, когда целая или совокупность, на самом деле, есть сумма частей, сумма элементов. В системном подходе, это правило не соблюдается, это механистический подход, там целая больше суммы части. Там возникает свойство энергетичности, которое не возникает в редукционном подходе, я вот так же говорю, редукционный подход, который складывает общество в целом и суммы вот этих отдельных индивидов, их интересов, их благ там, общественных и так далее. Так вот, важно нам понять, на какой же мы платформе будем строить общество, на редукционный или на системный. И объединяться, я думаю, нам можно только прояснив вот это основание. И тогда будет основание для идеолога и спора вот этих двух противоположных тенденций, там, ну, либеральной, скажем, и антилиберальной. И дальше, я читаю вот эту программу и вижу, что в ее организаторах есть институт системных исследований общества. Но кому же, как карты в руки, как не этому институту дать, сам он не сможет разработать вот этот понятильный аппарат. У нас на самом деле не только общество организовано по разным лицам, но и науки, которые в этих обществах их поддерживают, развивают. И прежде всего, юридические и экономические науки. Поэтому, когда мы здесь видим выступающих юристов или экономистов, которые получили образование, вот это юридическое и экономическое, это образование у нас построено в западной индукционной параде. Не системное. Системное, ну, пытаются строить некоторые, ну, например, Осипов Юрий Михайлович, вот в МГУ, системное параде. Вот здесь строится системный параде, ну, в некоторых выступающих отчетах, ну, в самом этом центре тоже строится это системное параде. Но, а вот пока разрозненные силы, я предлагаю, как результат нашего этого форма, получить вот этому институту системных исследований координировать работу, не создавать, он не сможет составить систему понятия, системную, вообще системный подход в построении вот системы понятия, или, там, ортологию общества, государственной развития, а вот скоординировать работу всех вот этих теоретических центров, которые мы здесь слышали, о систем, о формировании системных настизнания, государственной области знания, общественной. Иисус-философии много, но на другие деле мы слышали, там, в основном, сидят уже демиралы, и они не смогут встать на другие позиции. Спасибо. Спасибо вам, услышанное предложение. Затричить, наверное, последнее, в смысле, по-прежнему, по-прежнему, Эфлигу попросил Козельский Андрей Георгиевич, затем дадим слово докладчику для акции ответа. Затричить, пожалуйста, по-прежнему, по-прежнему, по-прежнему. Во-первых, я в основном солидарии, у меня, в основном, присутствуют люди, в принципе, присутствующие солидарные с этими исследованиями. А во мне это ключевое дело с чем? Что неделю назад вот Степан Сипас не смог присутствовать, а я присутствовал на сердце московского экономического форума об выборозамещениях. Вот, я как раз, у меня как-то это соединилось, потому что избавление от либерализма, который, я более резко посказал, в существовании с эвакуационного решимого, привнесено извне, то есть экспортировано. Значит, тогда заняться импортозамещением, то есть, вот, своей, своей парадигмой, какого-то там, идеологии, какого-когода можно назвать. Вот, еще что хотел сказать, что, вспоминаю, поскольку мудрость в наше время облисти трудно, надо пользоваться мудростью, так сказать, предшественникам. Вот, мне вспоминаются слова Макса Планка, физико-ядерщика, известного, надеюсь, большинству, что новые идеи, ну, он, видимо, дурнал-ху говорит, но, я думаю, это останет можно, новые идеи начинают жить, действовать, не потому что они лучше, а потому что уходят в носители прежних идей. Поэтому, вот, такое замещение, возможно, Планк, вот, таким образом, обозначил. Хотел бы поспорить с уважаемым, так сказать, соучастником, который говорил, что наша промышленность там в немецких танках. Вот, мне длилось, Минский завод хладильников роботизировать. Нет там немецких танков. Мне довелось работать на предприятиях радиопрома. Я думаю, что, мы, что, с ним взаимодействуем, мы приборы, радиопром, все девятки. Знаете, я бы не сказал, что они в немецких танках в 45-м году. Поэтому, это как бы странное, по крайней мере, услышал я некое странное осуждение историческое. Далее... Ну, тем не менее, я повторю, там, где я был, почему-то я не увидел. И, тем не менее, они разрушены. Значит, по рации... Тем не менее, они разрушены, значит, некогда... И, тем не менее, есть обширная статистика, по отраслам и так далее. Тут можно сказать, и ты прав, и ты прав, и я прав. Спасибо. Итак, друзья, слово Владимир Наш, по госсалям, для ответа на вопросы, или, таки, по... Спасибо, Павел Иванович. А вот, по другим присутствующим, хотя бы, по госсалям, по госсалям, по госсалям. Уважаемые коллеги, такое поведение, прежде чем отвечать на отступившие вопросы и некоторые получавшие замечательные выступления, такое поведение, что почти все, мы можем быть, вот, за исключением Юрия Васильевича, озвучивающие по имержанности либеральной платформы, ее защищавшие, почему-то ушли. И это подтверждает пенсию, что свобода оказалась высшими с этой традиционной работы, и, таким образом, эти тезисы в любом виде подтверждают этот ум. Мне все-таки представляется необходимо, несмотря на их отсутствие, ответить на выдвинутые тезисы и выдвинутую пенсию. В чем представляется основа научного исследования, любого научного исследования? Здесь есть анализ, значит, который показывает различие, системы различия феноменов. Есть и синтез, который показывает общее. Поэтому тезис о том, что какой конструктив сравнивать либералист с фашизмом, ну, это постановка вопроса лишена научного смысла. Имеет смысл в этом основа научного анализа. Через анализ показать различие, через синтез показать общее. Другая научная задача – это показать, что главное и что второстепенное. Это предполагает проведение факторного анализа. И вот очень меня удивило выступление коллег, который говорит, что это неконструктивно. Ну а как неконструктивно? Что такое либерализм? Давайте видим главные, сущностные его признаки. А какие сущностные признаки либерализма? Это свобода и индивидуализм. А отсюда следует тезис. Если максимализировать предельно свободу и индивидуализм, что из этого следует? Сильные побеждают славу. А это уже, собственно, фашизм, что я озвучил. Господин Тарасов, вот такой вот интересный у него был пассаж. Для тех, кто приближен к власти, никакого либерализма. Наоборот, для тех, кто приближен к власти, либерализм. А для тех, кто от власти отдален, никакого либерализма нет. Которые есть фашизм. Для одних свободы избранничества, для других, в общем, ничего, ничего этого не предоставляется. Не надо, прозвучал тезиска команды, не надо критиковать либерализм, это неконструктивно, а надо накормить народ. Ну кто бы сказал, что надо накормить народ. Но надо ли определять, что такое либерализм? Надо ли вообще, а какая модель-то в ослобе? Тезису команды, что не надо с моделью определяться вообще. Но это первоначально, давайте определимся, какая должна быть модель жизнеустройства. А вот эта тезис такой, что по либерализму-то и накормить народ не получится. Нужна оптимизированная модель жизнеустройства, и тогда народ будет готов. Прозвучал вас. Чистого либерализма нет. Как и любой долгой чистой системы, совершенно справедливо, действительно, не чистого капитализма, не чистого социализма нет. Но есть нечто доминирующее в системе. Выявить это доминирующее и заключается в этом, собственно, факторный анализ. Тезис. Значит, у господина Тарасова. Не надо впадать в архаику. Социализм, это был заявлен архаиком, разручал дедовский метод, строительство пирамиды, что-то такое. Мне представляется, здесь путаются методы и модели. Там говорилось на жестокости, а переносимость это как на критику модели. Отдайцание всей системы. И вообще вопрос такой, вот этот тезис, традиционный либеральный. Это не современно, это архаично. А кто дал, в общем, право утверждать, что это наш анализ показывает тысячелетие направления повышения социализированных потенциалов. Развивалось общество советский, опыт, которому говорит, вот не надо возвращаться в СССР. Советский опыт по многим показателям СССР за всю историю существования России, ее исторических воплощений достиг максимальных результатов. Вернуться в какую-то систему в принципе нельзя, но понятно, что надо изучать причины, почему развалился Советский Союз. Но, в общем, это не означает ставить крест на самой парадигме. Профессор Бузгалин говорил о том, что, значит, вот есть точка зрения, она достаточно распространена на Западе, о том, что подобный социализм и фашизм, фашизм подобен социализму, это обвиняется в утрамных, то есть нашему концепту, значит, можно противопоставить другие концепты и так далее. Вот тут вопрос о кайтериях. Был предложен кайтерий рассмотреть через кайтерии равенство-неравенство. В одном случае идеология равенства, социалист-коммунизм, в другом случае идеология превосходства, фашизм. Профессор Бузгалин говорит, ну давайте поговорим о жестокости. Все идеологии, так или иначе, их политические воплощения имеют, вот, и социализм была жестокость, и либерализм была жестокость, где была жестокость, но на основе жестокости кайтерия классификации не построить. А если мы все-таки будем говорить о жестокости, жестокость фашизма и жестокость социализма это разные вещи. Жестокость коммунизма это некое забегание вперед, это попытка построить идеального человека. Человек был несовершенен, но его пытались тянуть, тянуть вперед, а переезжая время. Жестокость фашизма другого рода, это подавление других, потому что другой элемент несовершенен, он не станет более совершенен, он чужероден, он антропологический и вы. Это принципиально разные, в общем, модели. Почему-то господин Тарасов не понял, значит, а что у нас в итоге? Значит, он задал вопрос, а что в итоге у нас? По-моему, выступления, собственно, об этом и были. Была показана разводка, эволюция, коммунизм, социал-демократия, либерализм, корпоративизм, дальше фашизм. Мы максимизировали доброе дело, либерализм, мы находимся в стадии корпоративизма, и мы предупреждаем угрозе, что если дальше будем туда идти, это будет, в общем, фашизация. Еще подзвучало, вот в отношении свободы нельзя ограничивать свободу, если мы ограничим свободу, это Гитлер, Пау-Вод и так далее. Но никто не говорил о том, что вообще надо отрицать свободу, никто об этом не говорил. Другое дело, что свобода находится в ценностной иерархии, занимает свою нишу, свое определенное место. Помним формулу французской родницы, свобода, равенство, братство. Свобода, но и равенство, и братство. Свобода важна, занимает определенное место. Вот дело вопрос другому, если на этой основе делать социальную сборку, все никакой социальной сборки не получится, а будет мечта принципиально другое. Попутно хотел бы на реплику Васильевича отреагировать. Конечно, либералы любят Хрущева. Но вывел Хрущев либерал, мне большое сомнение. С 1980 года обещал построить коммунист, поэтому можно тут говорить, это долгой анализ, это о направлении в банках коммунистического движения, но не о либерализме Хрущева. Поступил вопрос, завершая свою реплику, модели избранничества. Что либерализм, фашизм и и т.п. похожие, но если бы на вершине идеал нравственно-этический, то сама модель избранничества начинает себя корректировать. Разве не так? Отвечаю. Если бы у либерализма и у фашизма был бы нравственно-этический идеал, то это не был бы ни либерализм, ни фашизм. Ценности, цели, средства, результат. Значит, ценность избранничества, она и определяет весь этот проект, и либеральный, и фашистский. Ценность избранничества, цель, если по идее четко номинировать эту цель, это достижение мирового господства. И дальше отсюда все последующие средства. И, в общем, конечно, исторический был период, когда либерализм удалось корректировать. Это период после Второй мировой войны, но этот период не связан был с нравственно-этическим идеалом. Это был связан с наличием альтернативы. Есть альтернативный советский проект. Если либерализм не будет заботиться о правах рабочих, там, правдящихся и т.д., то, в общем, проект другой победит. Корректировка, мне кажется, была с этим. И завершаю цитатой Достоевского, которую я очень люблю, из дневника писателей. Там два у него высказания, которые мне достаточно запомнились в отношении декорализма. Он тоже вот эту логику развивал. Сначала пришли либералы, потом они породили нигилистов, а за нигилистами приходит уже враг рода человечества. Такая логика Достоевского. Достоевский еще сказал. Я обнаруживаю главного врага народа России сегодня. Это было в 19 веке. Это либерал. И мне представляется, что вот это у нас как-то затемнилось. А кто является врагами, союзниками, друзьями? И, в общем, это обнаружение остается актуальным так же, как в 19 веке. Так сегодня. Спасибо. Спасибо. Друзья, попросил... Сейчас, сейчас. Я дам условия. Попросил слово наш коллег из ПЕРС. У вас, конечно, приезжает. Да, обязательно. Евгений Андреевич Попников, пожалуйста. Евгений Андреевич Попников. Значит, вот что я хотел бы сказать. Я присоединяюсь к мнению, что в нашей экспертной сессии очень много хорошего, фундаментального, я бы сказал, сделано. Ну вот, прошу обратить внимание на следующее. Как бы мы оценили ситуацию, когда собрался штаб армии, которая терпит поражение, и она тщательно, детально изучает все ее доставки. Но она не предлагает того, а что же делать. То есть, мы здесь демонстрируем чисто русский подход. Кто виноват, чем виноват, а что делать, в институте. Ну вот, я хочу сказать и о себе. Наш фонд финансовый институт, который, ну я приехал с докладом, ну ладно, не важно. На это время, на то время, на и рамки, аренда и еще такое прочее. Вот. Так вот, у нас разработана модель переустройства государства. Я считаю, что, возможно, следующая конференция должна посвящена обсуждению этих моделей. Причем не так, как вот соберутся очень, очень, так сказать, крупные научные фигуры, и каждый будет говорить. А две-три модели. И затем будет идти и критический, и будет идти анализ. Вот. У нас есть такая модель. Модель, она, в сущности, она реализована, ее, так сказать, есть научное обоснование. Но вот надо еще понимать следующее, что какую бы модель мы не предложили, вот что здесь не прозвучало, вышло как-то в сторону, то, что носителями либеральных идей являются конкретные люди. Это не просто люди, это люди в правительстве, это первые либералы, это у нас медведи, и никак его не сковорнуть не удастся. Это напиулины и все такое прочее. Вот. Поэтому модель одно. Второе, значит, нужно разработать, я как бы сказал бы, дорожную карту по реализации этой модели. И самое главное, решить вопрос именно с носителями этих либеральных идей. До тех пор, пока они будут власти, ничего хорошего у нас. Спасибо за внимание. Пожалуйста, я хочу сказать, вы говорили о чем угодно, об интересном, об идее, обо всем, но мы не сказали главного, главного, мы не сказали о том, что 80 с лишним процентов населения голосует за Путина, «Обечать какой-то человеку, слава Путину, слава вот этому человеку, и вы делаете силу. Слава чему? Что с тобой, Вей, Россия, за Путина, за Путина, за Путина. Поэтому я ограничиваю выступление, понимая, как хочется что-то такое донести. Есть возможность нам передать свои выступления в письменном виде, если они будут укладываться в тематику и в общую фореографию этого сборника, мы опубликуем. Это будет вывешено на сайте, и вас снова найдется много потребителей. Разве всяким нет заключения. Высказать буквально две мысли. Прозвучал вопрос у Бунича. Вы говорите о признаках, о характеристиках российской действительности, но не называете, как она называется, на действительности, и к чему вы подходите. И это укол, потому что если смотреть на те классификационные схемы, тренды, и вот данные всякого рода рейтингов популярности в стране, то диагноз для нашей страны становится просто страшным. Настолько страшным, что иногда его высказать страшным, а может быть и... Ну, я чувствую, что внимание уже растет, поэтому разрешите мне поблагодарить присутствующих, сделать упрек тем, кто не находил возможности выйти в коридор и не мешать заседанию за этим столом. Но надеюсь, что мы с вами еще будем встречаться, потому что мы свою программу интеллектуальной консультации сворачивать не собираемся. Сколько сил и ресурсов у нас есть, столько мы их будем вам предоставлять для того, чтобы объединяться не только интеллектуально, но и в каких-то действиях. И тот, кто не увидел на одном из последних слайдов в моем сообщении ответ на вопрос, что делать, я хочу еще раз обратить внимание, что нужны новые лидеры, новая идеология, новые политические программы, платформы, новая партия, объединение и борьба за новый облик России. России нужны перемиры. Вносим вклад, как можно. Спасибо большое. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ Реализовалось в России. Но получается так, вот я как раз сказал в заключении, что как бы мы оценили работу штаба, окруженная армией, или которые те поражения, которые в основном занимаются анализом этого поражения, но ничего, практически ничего не предполагает для того, чтобы это положение изменить. И вот если критиковать только либерализм, если приводить все эти цифры, но не говорить, что надо делать, то мы в существо повторяем типичный русский подход. То есть мы, как правило, ищем, кто виноват, почему виноват, но а что делать, мы как-то забываем их узнать. Так вот, что делать. Мы считаем, я представляю фонд финансовых институтов из города Пензе, значит, мы считаем, что необходимо, прежде всего, изменить металлологический подход. Перейти от критики против поставления либералистическому догму и идей построения идеи построения государственной социальной справедливости. При этом при построении необходимого государственного социального справедливости проходить по распределению внимания со счетом механизмов, которые позволяют им существовать достаточно много. Прежде всего, какие должны конструкции государственного социального справедливости. Это, первое, не право, частная собственность на земле, не озера и реки, порты и всю эту конструкцию по производству средств поездки. Это общенародные собственности. Каждому гражданину предоставляется право все это и все наложенные службы для организации оборудований и избавания способностей. Соответственно, результаты использования общенародной собственности принадлежат всеми народу, но результаты личного труда гражданин может использовать по собственному осмотрению, в том числе и для организации своего частного предприятия. В государстве социального справедливости исключается всякая возможность несправедливого, неправильного присвоения благ. И из реализации базисных отношений вытекают следующие особенности государства социальной справедливости. Реально реализуемые права каждого на труд, отдых, лечение и пенсионное обеспечение в старости. Оплата труда и материально стимулируют в соответствии количествами и качествами затраченных труда. Возможность непосредственного участия в управлении делами государства на разных уровнях, то есть подлинная народовласть. Руководители всех рангов не могут присваивать результаты использования общенародной собственности в ее личных интересах. Исключительность денежного обращения и всех расчетов в национальной валюте. То есть не допускается ни в каком виде хождение ни долларов, ни евро, ни другой валюты. Предоставление каждого нормальных жилищных условий. Бесплатное образование, воспитание, медицинское общество. Приоритет семейных ценностей. Свобода вероисповедания для отсутствия государственной религии. Приоритет национальных интересов и ценностей перед международными. Бережное отношение к природе и рациональное использование методов и природных ресурсов. Защита информации от проникновения чуждой и враждебным делу, пропаганды от возврата и насилия. Естественно, возникает вопрос. Отвечал ли Советский Союз, который часто считает синонимом государственной социальной справедливости, всем этим условиям? Нет, не отвечал. Не было права использовать результаты для организации производства на основе частной собственности. Не были защищены морали и нравственности от разрушительного влияния внешних сил. То есть боролись против диссидентов, но в результате потерпели поражение. Не было подлинного народовластия, в результате чего общенародная собственность легко перешла в руки партфостной муниципалатуры, мошенники проходились, а народу в утешение оставили врезанные социальные гарантии. Каким должно быть конкретно устройство государства социальной справедливости, чтобы не было возврата капитализма? Общенародная собственность при никаких обстоятельствах не может быть предметом приватизации, то есть обращения в частную собственность. Не должна подлежать национализация собственность, с которой государственник заработал собственным трудом. Для реализации этих принципов все общественное производство строго подразделяется. На производство средств производства, то есть первое подразделение общественного производства, которая базируется на общественной собственности на землю, которая ведется на основе собственности на землю и предприятия, которые производят средства производства, которая ведется на основе социалистических коллекций. Производится предмет потребления, и здесь предприятие частных из коллективной формы собственности. В этом случае мы получаем равенство прав граждан в родительской области, в которой каждый день может наилучшим образом реализовать свои природные данные на области, чего не было в СССР. Таким образом, государство социально-справедливость – это государство с новой укладной экономикой, в котором социалистический уклад, базирующий на общенародной собственности, является ведущим, поскольку учащиеся в себе крупные и средние предприятия, производящие средства производства. Другим укладом, где производство основано на частной и личной собственности, капиталистическому, коллективному и индивидуальному, отведена сфера производства предметов потребления и услуги. Обеспечение народа власти – это наиболее сложный вопрос, поскольку он касается политического устройства. Тем не менее, политическое устройство государство социально-справедливость исключает наличие партий, которые боролись бы за власть с целью изменить, раз и навсегда, установленные и справедливые отношения. Народовласть обеспечивается формированием представительных органов правления на всех уровнях, типа Совета депутатов, на основе пропорционального представительства различных слоев и групп населения – рабочих, инженеров, интеллигенции, работников науки, просвещения и так далее. Экономическое отношение в государстве социальной справедливости на государстве предприятия определяется выполнением плана и их израсчетным показателям, а на частных – получением прибыли. Но оплата труда и на предприятиях, и организациях, и в сеть форму собственности базируется на социалистическом принципе, по количеству и качеству затраченных. Система денежного обращения в таком государстве – государственное казначейство, все расчетные операции, функции, то есть предприятия, организации всех пор, в собственности, леча через приходно-расходные кассы ПРКК казначейства. Пережением денежных средств занимаются банки, которые все государства и специализируют по виду банковских функций – на коммерческие, интеллигательные и ипотечные. Общественные потребности в образовании, воспитании, медицинском и социальном службе ГСС должны удовлетворяться по-коммунистически, то есть всем бесплатно, по потребности, без различия по уровню и доходу и положению. При этом первостепенное внимание уделяется креплению семьи, где формируется отношение социальной справедливости. Воспитание, образование, порталантливое молодежи в таком государстве – первостепенное значение. Заработная плата работников в образовании должна быть выше средней с тем, чтобы в эту сферу как наиболее важно шли, наиболее талантливые и перспективные молодые люди. Во внешней политике и внешней экономической деятельности государство социальной справедливости придерживает принципа ограниченного и ци-изоляционизма, то есть не вхождение ни в какие блоки и торговые соглашения и не вмешаться во внутренние дела других стран. На внешнюю торговлю установлено госминополие, в стране не пускается хождение на стороной валюты, расчеты по экспортным операциям осуществляются на основе курсов, валют которых устанавливаются по каждой группе товаров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!